Почти 70% россиян игнорируют неизвестные номера. Теперь дозвониться до человека, с которым ты не знаком, становится все сложнее и сложнее. Доходы операторов и голосовых услуг падают уже несколько лет, в то время как потребление трафика, в том числе и через популярные мессенджеры, только растет. Чем вызвана популярность мессенджеров, нам прямо сейчас расскажет Максим Ефимцев. Максим, привет! Но я тоже не беру, на самом деле, когда мне звонят незнакомые номера, если еще пишет телефон, что это спам, то я сразу отключаю. Что с менеджерами? И с менеджерами, и с мессенджерами. Расскажи, пожалуйста. Ну, так как мы меньше разговариваем по телефону, логично, нам где-то все-таки надо общаться, коммуницировать, поэтому, конечно, переходим в мессенджеры. Но я, честно говоря, думал, что рост такого текстового общения связан с тем, что вроде как более молодые поколения не очень любят так общаться. Но оказалось, что нет. Я предлагаю вам узнать. Я, кстати, тоже не очень люблю общаться по телефону. Мне проще что-то написать или поговорить в новом. Да вы все разучились уже говорить просто. В живой я очень люблю поговорить с тобой. Тогда бы мы здесь не работали. Но причины разные. Сейчас узнаем. Согласно статистике, каждый шестой россиянин не отвечает на звонки с незнакомых номеров, а каждый второй не отвечает, если номер вообще не определяется. И виноваты в этом мошенники. Лишь три из десяти россиян всегда отвечают на телефонные звонки. Больше половины берут трубку от незнакомого номера только в те дни, когда ждут звонка от кого-то, например, от курьера. А 16% россиян вообще признались, что мошенников стало так много, что они вовсе перестали отвечать на звонки. И, честно говоря, я их понимаю. Хотя допускаю, что не только мошенники виноваты в том, что люди стали меньше разговаривать по телефону. Дело в том, что вообще любой звонок – это стресс. Потому что, в отличие от личной встречи, звонок имеет большее количество неопределенности между коммуницирующими людьми, чем контакт глазами. Поэтому старшее поколение в большей степени подвержено стрессу и менее защищено с точки зрения вторжения чужих людей на территорию личного пространства. С другой стороны, молодое поколение в большей степени избегает столкновения со стрессом, а избегание – это тоже не самый лучший способ жить в этом мире. Тем не менее, сейчас есть множество способов обезопасить себя от звонков мошенников. Например, включить определитель номера на смартфоне. Такая функция бесплатна и есть во множестве приложений, которые уже у вас установлены. Будь то Яндекс, Сбер, Двагис или Мегафон с МТС. В таком случае номер звонящего вам абонента будет быстро синхронизироваться с базой и помечаться как полезный звонок или мошеннический. Решение, конечно, не спасает в 100% случаев, но позволит не тратить время на лишние разговоры по телефону. Некоторые компании вообще запускают фрод-рулетки. В таком случае, если вам, наоборот, нравится общаться с мошенниками и выводить их на чистую воду, звонок может поступить вам и специально. И такой своеобразный метод развлечения многим по душе. Как только я узнала про фрод-рулетку, конечно же, я сразу там зарегистрировалась и практически каждый день по часу, наверное, я ей пользуюсь. Понять, что они мошенники, можно сразу, потому что их выдает говор, они несут, могут нести какой-то бред. И всякие слова, как пластиковый продукт, финансовые ячейки, там в сегодняшнем дне, вот этот вот маркер, который их выдают. Интересно было, когда два дня я морочила голову мошеннику, ходила якобы, снимала деньги, как он просил, в общем, делала все то, что он от меня просил, и чтобы он мне верил. И они позвонили уже на следующий день, я опять их там несколько часов крутила, и потом они даже не верили, что я их развела. Но если люди меньше общаются по телефону, как же происходит коммуникация? Конечно же, через мессенджеры. Так и быстрее, и разнообразнее. Вы можете и текстовое сообщение отправить, и какой-нибудь стикер прикрепить, или вообще записать голосовое сообщение или видеокружок. Зачастую отреагировать на новость проще и быстрее какой-нибудь картинкой, мемом или стикером, чем звонить и рассказывать о своих эмоциях. А так как мы живем в большом и быстром городе, где каждая минута на счету, то времени на долгие разговоры нет. Я работаю педагогом, и поэтому гораздо удобнее и функциональнее с родителями общаться с помощью различных мессенджеров. Во-первых, всегда есть подтверждение о том, что с родителями мы договорились о том или о другом. И также, второе, нет никакой привязки по времени в том плане, что человек звонит, и тебе нужно срочно потратить 5-10 минут на общение. А так ты отправляешь сообщение, или тебе отправляют сообщение, ты отвечаешь тогда, когда тебе удобно. И ты ответил, можешь заниматься дальше своими делами, и потом через какое-то время продолжение диалога идет. Кстати, если совсем не хочется брать трубки с незнакомых номеров, то на смартфоне можно включить функцию полного запрета на прием таких звонков. Но я бы не рекомендовал ее включать, так как иногда могут звонить курьеры, например. И в таком случае вы просто не узнаете об этом звонке. Я, кстати, тоже стараюсь меньше разговаривать по телефону, предпочитаю переписки. В конце концов, если обсуждается что-то важное, то это потом можно найти и вспомнить. Плохо, Максим. Плохо. Объясню. Ладно, мы, мы уже взрослые, мы умеем разговаривать, и хорошо к мессенджерам, но подростки, они совершенно не умеют разговаривать. Они постоянно в этом телефоне, потом он не может мне объяснить двух слов связать. А ты не общаешься с подростками. Так я хочу быть ближе к молодежи. Хочу быть ближе к молодежи, понимаешь? Они мне не могут объяснить двух слов. Жуть, 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 жуть. Это был Максим Ефимцев. Наша минутка ненависти скоро продолжит.